Я начала писать повесть «Свет слоновой кошки» когда мне было в районе 20 лет И это было связано с большими событиями, которые происходили в моей жизни Поэтому эта повесть во многом моя автобиография Здесь очень много того, что мне, как говорится по-английски Near and dear to my heart, что мне очень важно и ценно И по сути это такие воспоминания о том, какой была для меня школа И что я тогда думала о разных вещах И некоторые вещи, знаете, не очень хорошо говорить вслух, когда тебе 17 Ты боишься осуждения, ты боишься, что кто-то на тебя как-то посмотрит И в итоге все мои какие-то мини-выводы, мини-наблюдения Они и получились в мини-книжку Главных героев зовут в честь моих знакомых блогеров Они никак не связаны, но просто вот такой интересный факт И я решила в каком-то смысле запилить в каждого из персонажей себя И показать себя с разных сторон Причем не самые свои какие-то позитивные качества Если их вот как-то расширить Именно поэтому я очень сильно переживаю насчет судьбы цвета слоновой кошки Потому что это такая вот темная сторона школы для меня И темная сторона меня в частности Изначально это был совершенно другой текст Я его значительно переработала И с самого начала для меня это было что-то из жанра абсурда Я вставляла какие-то вещи, которые не имели начала, не имели конца Просто возникали, откуда-то появлялись И для меня это был такой очередной эксперимент с литературой в частности И, конечно, сейчас это уже более логичное произведение С сюжетом, где более-менее можно проследить и за развитием персонажей И за тем, как развиваются события Но, тем не менее, мне кажется, у него остался вот этот, скажем так, отголосок абсурда Когда ты такой, что происходит, почему это происходит И, в частности, финальная сцена, я думаю, что многим читателям так удивительна Потому что она мне тоже была удивительна Я шла за этой историей Я знала, что она куда-то меня выведет И я думаю, что история и получилась Потому неожиданной, что она была неожиданной для меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!